Итак, мы продолжаем наш онлайн-форум с небольшой задержкой. У нас тут такая большая энергетика есть, что иногда все вылетает. Но все равно мы... В моих руках все работает. Ладно. Итак, значит, что у нас дальше? Что дальше? Я сейчас хочу вам представить человека, который... Знаете, я давно хотел и давно мечтал, чтобы на онлайн-форуме выступали, с одной стороны, топ-лидеры, потому что собралась очень большая, очень мощная лидерская команда, причем Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. То есть, ну, мне один из топ-лидеров сказал, что, Саша, такого количества мощных спикеров, ну, редко где можно встретить. Я, по крайней мере, нигде до этого не встречал. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, интересны еще и люди, которые делают результат. Вы знаете, иногда бывает такое ощущение, что вот, ну, это надо было раньше, да, это надо было начинать. Вот кто себя ловил на мысли, что вот, ну, вот если бы я там лет 14 назад начал сотрудничать с компанией Reflame, а только-только-только все начиналось, ну, я тоже, может быть, сейчас выступал на онлайн-форуме или был бы топ-лидером компании. Вот кто честно себе, вот, может признаться, бывает такое вот где-то точит, точит. Такие мысли закрадываются. Так вот, я пригласил на этот онлайн-форум человека, который, ну, можно сказать, из категории молодежь. Причем в последнее время я наблюдаю, что очень мало людей, ну, есть дефицит определенных людей, которые именно из категории молодых, молодых предпринимателей. А чем интересен этот спикер, который вы сейчас услышите, так он вообще пришел в компанию, еще будучи школьником, а сейчас является одним из самых молодых предпринимателей, успешных лидеров компании Reflame, достиг звания старший золотой директор, и который очень высокая организация его команды, которая, мне кажется, может позавидовать даже любой из топ-лидеров. То есть насколько все слаженно, отточено, быстро, такая команда быстрого реагирования. То есть вы не представляете, как они очень организованно подключались к онлайн-форуму всей своей команды. Так вот, я думаю, он еще более подробно расскажет о себе, и вам будет интереснее послушать его лично. Поэтому я сразу передаю слово. Встречайте, пожалуйста. Сейчас к нам подключается старший директор, лидер компании Reflame, Россия, Дмитрий Шевчук. Пожалуйста, аплодисментами. В чате мы встречаем. Дмитрий, я передаю тебе слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, в чате, как мне видно, как мне слышно. Если видно, слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если еще и у вас хорошее настроение, ставьте много плюсиков. А мы с вами начинаем, хоть и с небольшими такими вот техническими задержками. Но я уверен, что все будет хорошо. И в данном вебинаре я постараюсь быть для вас максимально полезным. Рассказать свою историю, как я попал в Reflame, как докатился до такой жизни, как у меня получилось, как приглашать молодежь, какие есть фишки, секреты и так далее. Вебинар будет очень такой вот насыщенный, интересный. Поэтому рекомендую, может быть, вам взять какие-то листики, ручки и важный момент для себя записывать. Я сейчас поставлю мою презентацию. Надеюсь, что вам ее будет видно. И если вам сейчас вот видно мою презентацию, напишите, пожалуйста, в чате цифру 2. Я как раз гляну, и мы с вами будем начинать. Как меня уже представили, зовут меня Дмитрий Шевчук. На сегодняшний момент мне 19 лет. Я живу в городе Хариков. Александр сказал, что я лидер России, но я, к сожалению, лидер Reflame Украина. И начну свою презентацию, наверное, я с таких слов, как если сегодня у вас уже есть все, о чем вы мечтали, если сегодня вы побывали уже везде, где вы хотели, если сегодня вам платят столько, сколько вы стоите, и если это еще все и правда, то, возможно, данный вебинар вам и интересен в вашей жизни, и так все хорошо, но, наверное, многие из вас здесь заулыбались, потому что, если все было бы так классно, наверное, мы бы сегодня не присутствовали на данном онлайн-форуме. И что самое ценное есть у каждого лидера? У каждого лидера самое ценное – это, наверное, его история, история его успеха. И вот слово, которое вы только что видели на слайде, это слово, которое меняет жизни людей по всему миру. И это слово, которое многие люди воспринимают тоже по-разному. Это всеми нами с вами любимое слово, любимая компания Reflame. И когда люди слышат слово Reflame, вот напишите в чате ваша ассоциация. Вот что вы ассоциируете с словом Reflame? Потому что, когда меня пригласили в этот бизнес, для меня слово Reflame – ассоциация, наверное, как и для большинства молодежи, была такое. Reflame – это продажи помадки, тетки, сумки, приставания, каталоги, там, листовки, ну и так далее, и так далее. А для кого-то сегодня Reflame, да, вот я вижу в чате, это бизнес, это предпринимательство, это путешествия, это карьера. Почему вы так считаете? Да, почему для вас Reflame – это нечто больше, чем помадка или нечто больше, чем просто каталоги или хорошая косметика? Потому что вам кто-то об этом рассказал. Потому что вы владеете информацией больше, чем те люди, которые не находятся сегодня в этой компании, те люди, которые не хотят разбираться до конца в тех возможностях. И знаете, что меня привлекло в этой компании? Конечно же, я пришел в Reflame, да, не за помадкой, не за тушью, и, честно скажу, изначально даже не за деньгами. Потому что с самого начала я в Reflame, ну, сказать, чтобы больших денег я не увидел. Я понимал, что люди здесь зарабатывают, но как они это делают, я не представлял. Я думал, что это такая же самая обыкновенная компания, где директора назначают, и директора один, а работать каким-то заместителем, менеджером, я и так могу в любом другом месте. И что для меня Reflame? Для меня Reflame – это возможность быть первым. На самом деле это просто удивительнейшая возможность, потому что мы с вами до этого иногда не додумываемся, или просто даже не задумываемся. Почему? Потому что, я думаю, каждый хочет себя в этой жизни как-то реализовать. Каждый хочет быть на троне победителя в своей команде, в своей семье, и просто доказать самому себе, что в этой жизни ты можешь, ну, что-то больше, чем просто ходить на работу с 8 до 5 и так 40 лет подряд. Я думаю, что вы меня поддержите, да, и поставите плюсики. И как началось мое знакомство с данной компанией? У меня многие спрашивают, Дим, вот как ты, да, вообще попал в Reflame? Вот как ты, как Reflame? Потому что, вот сейчас, когда я буду вам рассказывать свою историю, наверное, где-то вы будете проводить какие-то свои параллели, и где-то ощущения будут совпадать. И, наверное, как и многие из вас, когда мне предложили работу в Reflame, до этого я, ну, не планировал работать, да, в компании. Я не собирался сотрудничать ни с одной сетевой компанией, да, не говоря там про Reflame и разные другие. Я никогда раньше не думал, что в таких компаниях люди вообще зарабатывают деньги. И причем деньги зарабатывают большие. Но почему все-таки я решил попробовать? Почему все-таки я решил начать? Потому что, в первую очередь, мне всегда хотелось с самого детства зарабатывать деньги. С 11 лет я уже искал какие-то варианты для себя. Когда мои еще одноклассники сидели в школе, да, и думали, там, каких-то контрольных экзаменах. Я уже помню себя вот в пятом, там, шестом, седьмом классе я искал себе работу. Я первое, что делал, я раздавал листовки. Потом работал в колл-центре Киевстара, да, такая мобильная связь в Украине. А закончил такую вот мою вообще детскую трудовую деятельность в брачном агентстве. Позже научился лет с 15-16 создавать специальные сайты. Это были такие сервисы активной рекламы. И даже за один сайт я мог заработать где-то 50 долларов, где-то 100 долларов и так далее. Это уже на тот момент для меня были отличные деньги. Но был у меня 11 класс. И я начал задумываться, впереди поступление, и кем вообще я буду работать в этой жизни. В моей семье, вот, из поколения в поколение, это все одни железнодорожники. И я для себя понимал, что моя перспектива какая. Я могу всю жизнь ездить в поездах, да, быть там проводником. Я могу сидеть где-то в офисе, быть, может быть, там, бухгалтером или менеджером, или там, какими-то перевозками заниматься и так далее. Но вставать в 7 утра, получать зарплату в 100 долларов, такая перспектива меня совсем не радовала. И я для себя всегда-всегда искал какие-то варианты. Я не могу сказать, что вот в Арифлейм я остался только из-за денег. У нас отличная семья, да, у меня замечательные родители. Мы, не могу сказать, что мы живем плохо. Мы живем в отличной четырехкомнатной квартире. Мы каждый год ездим отдыхать на море. Причем отдыхали часто даже не по одному разу в год. Мы отдыхали хорошо, да, но отдыхали в основном не там, где бы мне хотелось, да, куда денег хватит. Но соседи вообще не отдыхали. Мы все равно ездили отдыхать. Но когда ты идешь по улице, и вокруг полно магазинов, полно ресторанов, полно турагентств, и ты проходишь мимо, вопрос, да, почему? Почему? Ведь если это есть, значит, кто-то этим пользуется всем. Значит, кто-то каждый месяц ездит отдыхать за границей. Значит, кто-то заходит в эти там шикарные рестораны. Значит, кто-то покупает эту дорогую одежду. И вопрос, который был, да, почему это не я? И я начал искать. Я начал искать, и я для себя в 11 классе, в начале 11 класса определился, что я буду, наверное, экономистом. Я нашел хорошее такое вот учебное заведение в нашем городе. Называется это Национальная академия государственного управления при президенте Украины. Звучит достаточно так серьезно, да, согласитесь со мной. Но, что я понимаю, если у тебя нет связи, ты никому не нужен. А даже если связи есть, то сразу тебя на серьезную должность никто не устроит. И, соответственно, я здесь для себя еще одну вещь понимал, что сегодня ни одно высшее учебное заведение Украины, России и даже всего мира, оно не учит нас самому главному. Оно не учит нас зарабатывать деньги, оно просто дает нам профессию. Я думаю, вы со мной согласитесь. И все-таки, да, как же я попал в Арифлейм? Работаю в Арифлейме, иначе в 11 классе. В Арифлейм меня пригласили... Так, что-то я не то нажал. В Арифлейм меня пригласили... Меня пригласили очень так вот по-хитрому. Меня пригласили на встречу. Встречу возможностей, которая проходила в нашем городе. И мне не сказали, что это Арифлейм. Меня пригласили просто взять с собой за компанию. Мне сказали, Дим, пошли, будет интересно. И когда я пришел на это мероприятие, оказалось, что это Арифлейм. Я вообще не понимал, что я там буду делать, зачем меня туда позвали. И когда я увидел, что выходят разные люди на сцену. И кто-то говорит, мы зарабатываем 500 долларов. Выходят следующие люди, говорят, мы зарабатываем 1000 долларов. Выходят следующие, говорят, мы зарабатываем 5000 долларов. А я сижу и думаю, ребят, а сколько вы продаете, чтобы столько много зарабатывать. И когда эти люди сказали, что они продажами не занимаются, они делают другую серьезную организационную работу. Мне стало интересно. Мне стало интересно. И с того момента я решил в этом всем разобраться. Я сразу после мероприятия подхожу к человеку, к моему спонсору, говорю, Светлана, рассказывайте, что надо делать, я тоже так хочу. Но я не буду продавать, походить с каталогами, я не буду приставать к знакомым. Я хочу, как эти люди, зарабатывать 500 тысяч долларов. Мне это интересно. И тем более, у меня сейчас 11 класс, я понимаю, что по профессии я вряд ли работать буду. И я согласился работать в Арифлейм. И почему я согласился, да, почему я поверил? Я поверил, потому что я увидел людей, которые уже живут той жизнью, о которой я только тогда мечтал. Которые уже, у них есть все то, о чем я только сейчас думаю. Которые ведут тот образ жизни, о которой, возможно, даже я и не надумал, да, к какой-то степени для себя. Ну, когда я забрался, откуда берутся деньги, когда я для себя понял, что надо делать. Я себе сказал, у меня получится, я смогу. Я себе дал полгода. Полгода для работы. И за эти полгода я открыл звание директора. И когда мои одноклассники получали свой аттестат, да, получали аттестат об окончании школы, в этот момент я находился в Киеве на банкете директоров, как первый, ну, такой вот первый, да, директор в 17 лет. И это действительно мой успех. Я действительно для этого очень много работал. Что мне дал Reflame? Reflame мне дал очень-очень много. И моя жизнь изменилась с ног на голову. И изменилась даже так, как я этого, возможно, не планировал. Что первого медала Reflame? Первое, что мне дал Reflame, это деньги. Деньги – это здорово. Деньги – это вкусная еда. Деньги – это красивая одежда. Деньги – это здоровье ваших близких. Деньги – это отдых и путешествие. И когда люди говорят, деньги – это не главное, да, деньги – это не главное. Но, как знаете, когда у вас их в кармане больше, ты чувствуешь себя как-то более-менее спокойно. И Reflame – это другие деньги. Я зарабатывал, и до этого, да, доработывая Reflame, и стоит 200, 300, 500 долларов, будучи даже школьника. Но Reflame – это другие деньги по значимости. Это деньги, которые ты получаешь за оказание помощи людям. И их ценность, она для меня какая-то была совсем другая. Второе, что мне дал Reflame – это возможность быть первым, как я вам уже говорил. И я действительно горжусь своими результатами. Почему? Потому что я горжусь тем, что я стал директором в 17 лет. Я горжусь тем, что я ни разу в жизни не работал официально на работе по найму. Я не знаю, что такое трудовая книжка, отпуск. Я не знаю, кто такой начальник и так далее. Я горжусь тем, что я стал первым предпринимателем в нашей семье. До этого все были железнодорожники. Я горжусь тем, что я стал первым несовершеннолетним предпринимателем в Харьковском регионе. И вы не представляете глаза налоговой, когда приходит парень, которого еще не является совершеннолетним, и говорит, я хочу быть предпринимателем. Они думали, что я ошибся дверью. Но оказалось, что это двери были в другую жизнь. И я горжусь этими результатами. Знаете, почему? Я не говорю вам это для того, чтобы похвастаться. Я говорю вам это для того, чтобы показать, что не важно, сколько тебе лет. Это я сейчас более-менее, как бы говорить, научился. Да, вы это заметили. Но до этого мне сложно было рассказывать презентацию рефлами. Мне сложно было общаться с людьми. У меня было много страхов, много комплексов, сомнений. Это было даже до такой степени, что мне страшно было у людей спросить на улице, в который час. Это все работа над собой огромная. И я горжусь этим результатом, потому что это результат команды. Я ни у кого не обманывал, я ни у кого не украл, я это не купил, мне это не подарили, меня это не назначили. Я это просто взял и сам сделал. Это очень большая разница. Так вот, возвращаемся к нашей с вами теме. Я думаю, что вот такая небольшая моя история, она была для вас, для кого-то интересной. И вы будете в дальнейшем тоже приглашать и молодежь. И почему все-таки, когда я принял для себя решение окончательно? Я принял для себя решение окончательно, и вот такая вот первая для вас фишка, первый вот такой вот жетон, который у меня провалился, это просчет жизни. Так как я экономист, да, я уже когда стал директором в 17 лет, я поступил в институт, куда хотел. И я просчитал для себя свою жизнь с точки зрения финансов. Что получается? 11 лет мутимся в школе. За это время мы не зарабатываем ни копейки, да, потому что мы только получаем знания. Дальше, 5 лет идет учеба в высшем учебном заведении. Часто бывает, что эта учеба, она идет оплачиваемо. Да, я учусь на контракте, потому что в моей академии нет бюджета. Если есть бюджет, то это повезло. Но если ты контракт, то средний контракт, к примеру, по России стоит 100 тысяч рублей. Эта схема, это как вариант, это как макет. Вот вы можете для себя просчитать, вы можете просчитать для ваших людей. Это классная фишка, потому что люди хотят, хотят машину, хотят квартиру, хотят отдых 2-3 раза в год за границей. Но если расходов на жизнь больше, чем доходов, этого всего не будет. И люди этого не понимают. Так вот, когда я сел, просчитал, что за 5 лет я дам в мои мозги для получения диплома полмиллиона рублей. В Украине это другие деньги, 50 тысяч гривен, грубо говоря, минимум. Средний заработок в нашем городе, в моем городе Харьков, это 2 тысячи гривен. Я буду 3-4 года бесплатно работать. Я буду просто это время возвращать свои инвестиции, свое образование. Мой день стоит 700 рублей. Мой час стоит 60 рублей. Это меньше сегодня, это меньше доллара. Мой час работы стоит меньше доллара. 16 лет отдать своей жизни для того, чтобы получать меньше доллара в час. Я думаю, что каждый из вас стоит намного дороже. Так вот, возьмите для себя сегодня вашу зарплату, которую вы сегодня получаете. Умножьте ее на то количество лет, которое вы еще планируете работать до так званого конца, до пенсии. И вы получите сумму, которую вы всего заработаете. А дальше возьмите и напишите ваше желание. Напишите все то, что вы хотите. Вы же хотите квартиру. Если у вас квартира однокомнатная, наверное, вы хотите двухкомнатную. Если у вас нет машины, ездить на общественном транспорте сегодня уже некомфортно. Если вы нигде не отдыхаете или у вас есть дети, но хочется хотя бы раз с ними съездить на море. Или куда-нибудь за границу, да, раз в год, там, я не знаю, ну, не в Египет уже, да, ну, хотя бы, там, в Турцию или в Грецию и так далее. Там, ну, куда-нибудь съездить, отдохнуть всей семьей. И когда вы это посчитаете, все ваши расходы, там, на жизнь, на питание, на лечение и так далее, и так далее. Вы увидите, что расходов на жизнь, их больше, чем доходов. А люди этого не понимают. Люди одели розовые очки, что я буду работать на том же месте, где работаю, и это все у меня будет. И эта фотография, она для меня особенная. Эта фотография, это мой первый банкет директоров. Да, это тот банкет, тот день, когда у меня был как раз выпускной в школе. На этом банкете я для себя принял окончательное решение, да, что я буду в Арифлейм навсегда. На этот банкет я взял с собой мою маму, которая безумно гордилась моими результатами, которые я смог достичь за то время, да, всего лишь за полгода жизни. Арифлейм – это не только работа. Арифлейм – это потрясающий стиль жизни. Я действительно люблю Арифлейм, потому что на какой работе тебя за то, что ты сделал, вот такой вот, казалось бы, совсем небольшой результат, потому что директор – это совсем начало. Это самая первая серьезная ступенька в Арифлейм. И где, на какой работе тебя будут вот так вот честовать, да, тебя будут приглашать в лучшие залы страны, тебя будут приглашать на сцену, тебе будут аплодировать тысячи людей стоя, тебя будут уважать руководители компании, и тебя пригласят на сцену, и вручат твой чек, да, который ты заработал. Это просто потрясающе. И, наверное, третье, что мне дал Арифлейм – это отдых, это путешествие. Так, почему-то у меня камера пропала, какой-то вот значок появился. Третье, что мне дал Арифлейм – это отдых и путешествие. До Арифлейма я уже рассказывал, что с нашей семьей мы каждый год ездили на море в Крым. Но, опять же, мы ездили не туда, куда мне бы хотелось. Я видел красивые картинки в интернете, да, там шикарные отели с бассейнами, где там белый песок, пляжи и так далее. Мне хотелось путешествовать всегда. И никто не виноват в том, что не было этих путешествий. И Арифлейм меня своим путешествиями привлек. Я сегодня людям говорю, что Арифлейм – это пожизненные путешествия, каждый год за счет компании. Это одна из невероятнейших особенностей. Сегодня ездить за границу за свой счет – это просто… Ну, не стыдно. Да, это стыдно ездить за границу вообще за свой счет. И за год работы в Арифлейм я побывал уже в шести странах. До этого я нигде не был. Я побывал в Польше, в Чехии, в Германии, в Франции, в Болгарии. И в этом году, буквально вот сколько, полтора-два месяца назад, это была уже седьмая страна. И это седьмая страна, в которой мы побывали уже с нашей командой. Это была первая в истории Арифлейм менеджерская конференция Арифлейм в Египте. Да, Шармэй Шейк. Это просто невероятные воспоминания. С нашей командой должно было быть семь человек. Но, к сожалению, не все смогли поехать. Это у кого-то работа, договор о не выйти за границу. У кого-то, ну, случились свои семейные обстоятельства. Но вот те пять человек, которые побывали со мной, благодаря вот этому видению, которое они получили на конференции, благодаря тому, что они это увидели, они показали потрясающие результаты. И я вот с большим удовольствием хочу вам их показать. Это удивительнейшие люди. У нас огромнейшая команда. Но я не могу рассказать, конечно же, вам о всех. У каждого человека есть своя история прихода работы в Арифлейм. Справа от меня в золотистом платье это директор нашей команды Людмила Лебедева. Это человек, бывший координатор Эйвен, которая пришла в Арифлейм и быстро сделала результат. У нее классная команда. Рядом с ней находится Татьяна Москаленко. Это ее партнер, который, я уверен, уже в этом каталоге откроет свое звание директора. Кто говорит, что сложно совмещать с работой? У Тани работа с утра до вечера. И она приходит домой уставшая, но она все равно делает свои результаты. Напротив меня сидит девушка в таком потрясающем красивом платье. Это Елена Лагвиненко. Я думаю, что те, кто есть у меня в друзьях в ВКонтакте или в Фейсбуке, наверное, вы уже слышали ее историю, да, смотрели видео. Это потрясающий человек. Вот поставьте плюсики в чате, кого не поддерживают родные или близкие, кого не верят, кого не понимают, кому говорят, что это не твое, у тебя не получится, и тебе стоит это все бросить, на тебе наживаются и так далее, и так далее. Я думаю, что все эти причины, вы это все слышите. И у Лены, у нее просто тяжелая, тяжелейшая судьба, на самом деле. У нее невероятно трогательная до слез история. Я не могу вам сейчас, конечно же, это вот в одной минутке рассказать. Но, поверьте, те трудности, которые есть у нее, наверное, по сравнению с тем, что сегодня есть у вас, это просто ерунда. То, как она шла к своему званию, ей было очень сложно, потому что ее дома не то, что не поддерживает. Дома слово «Рифлэйм» было наравне с матом. Это было ругательное слово. Никакого слова «дома» об «Рифлэйм». Никакого «Димы», «Шевчука» и так далее. И полгода Лене приходилось работать под прикрытием. Дома бабушка, дедушка, они не могли слышать о том, что Лена работает в «Рифлэйм». У них была перспектива. Лена – переводчик. Лена учится тоже в классном серьезном институте. А Лена связалась с Димой. А Дима ей рассказала, что она может быть директором, что она может быть предпринимателем, что она может стать бизнес-леди. У нее может быть свой бизнес, уже будучи студенткой. И она мне поверила. Но близкие не поддержали. И полгода, представьте, полгода до поездки в Египет, когда она сказала про поездку в Египет, у нас был вылет. Вот ситуацию, представьте. Лена сначала сказала, что это я ее пригласил отдыхать в Египет. Ну, как парень. И в пятницу у нас вылет. И Лена все-таки решилась, осмеялась сказать близким, что она в «Рифлэйм». Честно, когда она мне позвонила, я сказала, «Дима, я сказала дома, что я работаю в «Рифлэйм». И я еду не на отдых, а я еду на конференцию «Рифлэйм». И у меня был шок. Я думал, что она останется дома. Но глаза ее бабушки, дедушки – это слезы радости и счастья. И я думаю, что они для себя сделали какие-то выводы, что если бы они просто не мешали хотя бы, а поддерживали, она бы сделала этот результат быстрее. Поэтому если вас не поддерживают, ваши родные и близкие хотят вам только самого лучшего, не останавливайтесь и идите вперед. И рядом с Леной, это тоже наш человек позитив, это мой первый директор команды, это Жанна Лебедева. Это для меня потрясающий человек, потому что это, во-первых, первый директор моей команды. Во-вторых, с Жанной мы очень сильно подружились уже. В-третьих, в этом каталоге, который закончился в 2015-м, вернувшись с золотой конференции, Жанна открыла сразу два звания. Звание старшего директора и звание золотого директора. Поэтому события, они действительно меняют и влияют на судьбы людей. И какая будет у вас история, никто не знает. Но поверьте, если вам тяжело, вы двигаетесь на правильном пути. Если вам легко, вы остановились. Это как по эскалатору. Так вот, посмотрите на этот слайд внимательно. Здесь вы видите, наверное, абсолютно два разных человека. Это 15-й каталог. Это когда Елена Лагвиненко вернулась с конференции Египет. И она для себя приняла решение, что она хочет открыть директора по Украине и доказать, что она не просто человек, который предприниматель, а она может стать директором и выше. И за один каталог прирост в ее команде более 5000 баллов. И сразу открытие квалификации директора. Здесь два разных человека. Это девушка слева. Да, милая, отличная улыбка. Но это человек совсем другой. Девушка, которая справа, это сегодня уверенная, смелая, амбициозная. И предприниматель, которая доказала себе, доказала всем, что она может это сделать. Автомобиль. Наверное, автомобиль сегодня, это, как я говорил, уже не роскошь. Автомобиль сегодня, это уже, наверное, как нужда. Это средство передвижения. Так вот, в Арифлейм те программы, которые есть, они потрясающие. Потому что, если говорить про обычную работу, вот вы посмотрите свою зарплату. И выберите автомобиль, даже ту же Вольво, которую дает компания. 40 тысяч евро, стоимость, минимальная комплектация. Сколько вам потребуется лет жизни, ничего не есть, не пить, за квартиру не платить. Просто, чтобы накопить 40 тысяч евро. Лучше купить себе, наверное, вот такую, да, губозакадочную машину. Арифлейм готова за ваши результаты, ну, можно сказать, дарить этот автомобиль. И вот в нашей команде уже такой автомобиль есть. Это вот автомобиль Жанны Лебедеваев, директора с города Иваново, которая вместе с мужем с удовольствием по всему городу, и не только ездит в комфорте, в уюте. Вот такая вот Skoda Rapid до цвета мокрого асфальта ушла к лидеру нашей команды. И я для себя поставил цель, что в следующем году я обязательно открыл звание бриллиантового директора. Я обязательно получу свой автомобиль Вольво. Потому что это самый надежный, самый, ну, надежный. Это действительно надежность. Вот Швейца, Арифлейм и Вольво у меня ассоциация одна. Это надежность. Поэтому для меня это важно. Если говорить про премию. Вот я с людьми очень люблю общаться. И я у них часто спрашиваю вопрос. Скажи, пожалуйста, на твоей работе, когда в последний раз тебе выплачивали премию? Если человек говорит, там, ну, год назад, полгода назад. Бывает, под Новый год 13-я зарплата, да, приходит. То, когда я показываю, какую премию, да, компания выплачивает мне, выплачивает лидерам нашей команды, то наша команда за прошлый год, только премиальными, заработала более 26 тысяч, ну, 26 с половиной тысяч долларов. 26 с половиной тысяч долларов компания. Я могу сказать, я не работал в Арифлейм давно. Это за один год работ, да, моей вот такой вот активной в компании Арифлейм, я вместе с командой, мы получили только премиальными более 26 с половиной тысяч долларов. Это огромная, да, такая вот большая цифра. Если говорить про доходы, вот люди, есть такие, которые зарабатывают хорошо. Я думаю, что вам такие попадались, и они говорят, я и так сегодня получаю уже, да, как ваш директор. А сколько ваш директор получает, там, 7-8 тысяч гривен, или там, 30-40 тысяч рублей. Я говорю, хорошо, ты сегодня получаешь, да, свои там, 500 долларов. Но, а ты приди к своему начальнику и скажи, дорогой начальник, а я хочу в два раза больше. Я хочу так же, как и ты, в два раза больше. Что вам начальник скажет? В два раза больше только я. И я человеку всегда показываю разницу. Я ему показываю разницу этих денег. Вот те же самые деньги, к примеру, взять там, 250 долларов, да, там, среднюю зарплату, к примеру, с вами возьмем. Для того, чтобы его получать на обычной работе, человек 5-6 лет сначала учится, потом нарабатывает опыта. Только потом, возможно, будет уже зарабатывать, да, такие там, более-менее приличные деньги. На работе график 8-12 часов в сутки. В Арифлейм, люди, которые зарабатывают 10-50 долларов, это требуется в среднем, там, 2-3 месяца, чтобы стать, там, менеджером, да, зарабатывать тоже такие же самые деньги. Но это совсем другая цена вопроса этих денег. Это не ты пашешь сутками, и у тебя не стоит над головой начальник. Я задаю человеку другой вопрос. Хорошо, сейчас ты зарабатываешь 500 долларов. А сколько ты зарабатывал год назад? А сколько ты зарабатывал два года назад? А сколько ты будешь зарабатывать через три года? И вот здесь видны мои выписки из банка. Прошел всего год работы в Арифлейм у меня. И вот здесь выписка, это украинский, да, выписки, это гривна. Для России, там, умножаете на 3,5, да, или какой сейчас курс, не помню. Ну, на 3,5, наверное. Вот 2014 год. Выписка, да, видно. ЧП Шевчук Дмитрий Леонидович, да, частный предприниматель. Арифлейм Косметикс Украина. 8,5 тысяч ривен. Это апрель 2014 года. Прошел год. Прошел год. И мой доход за этот год вырос в два раза. Уже было 16 тысяч ривен. Это был май 2015 года. И прошло еще пару месяцев. Да, это уже у нас получается, какой месяц? Вот 11 месяц, как раз вот 4 ноября, я получал свой доход за этот месяц, да, за этот каталог. И не прошло так много времени с мая. Я просто активно работал летом. Вместо того, чтобы летом отдыхать, я активно работал. И мой доход составил уже 40 тысяч гривен в три недели. Или 110 тысяч рублей. Согласитесь, для студента, для парня, да, в 19 лет, это офигенные деньги. Ни на одной работе сегодня мне бы не предложили такую зарплату. И, наверное, же вам интересны, это секреты, да, моего успеха, секреты успеха нашей команды. Как мы быстро добиваемся таких классных результатов. Так вот, как же мы их добились? У меня, кстати, вот я забыл же рассказать. Мы, когда вернулись с Египта, когда мы летели с Египта, у нас была зона турбулентности. У нас она была у тех, кто летел в Украину, и она была у тех, кто летел с Россией. Она была у всех. И в это время мы строили планы. Мы строили планы, и каждый планировал себе новое звание. Вот, вернувшись, да, уже я в Украину, Харьков, вот с Еленой, там, Жанна, Слюда, Таня в Россию, все сделали новые звания. Да, вот Елена открыла звание директора, Жанна открыла звание золотого директора, я открыл звание старшего золотого директора. Появляются новые директора в команде, да, то есть всего за один каталог количество директоров в моей команде, оно увеличилось в два раза. Я думаю, что в этом каталоге будет то же самое. Так вот, рычаги к быстрому росту. Скорее всего, сегодня я не открою для вас Америки, потому что Арифлейм – это простой бизнес. Здесь нужно делать всего три простых действия. Нужно быть стопроцентным пользователем. Нужно на все, не знаю, на все стопроцентов любить этот продукт, как свой собственный. Любить его так, как будто вы его сами делаете, потому что это компания-партнер. Это компания, которая будет вам всю вашу жизнь выплачивать деньги. Если вам нравится продукт, если вы в нем уверены, вы легко будете о нем рассказывать всем людям, всему окружению. Второе – это максимальное приглашение. Для себя здесь нужно выбрать просто правильный способ рекрутинга. Об этом дальше поговорим с вами. И, конечно же, это качественное сопровождение. Наша цель – это не регистрация, наша цель – это не новичок. Наша цель – это наш новичок, он директор. Вот такая вот должна быть установка. Как работать – онлайн, оффлайн – абсолютно не имеет значения. Потому что способы работают абсолютно все. Да, я работаю онлайн. Я работаю онлайн, потому что мне нравится компьютер, мне нравится интернет, я хорошо разбираюсь в соцсетях. Но я также умею работать абсолютно всеми способами оффлайн. Я умею с листовками, я умею с анкетами, я умею со списком знакомых. Я разве что мастер-классы не умею проводить. Но если бы я хотел, я бы и мастер-классами научился работать. Просто у каждого свой способ. И сегодня полно информации. Сегодня уже нету таких вот секретов. Напишите на ютубе любой ваш вопрос. И вот если раньше гугл знал все, а сейчас у меня ютуб знает все. И давайте вот тоже такие вот фишки, которые вам будут очень, наверное, интересны. Это вот в плане сопровождения ключевых бизнес-партнеров. Что у меня входит в сопровождение? Первое и самое важное для меня это выявление потребности. Я без понимания, зачем это надо человеку, я не даю ему конкретно как. Если вы не знаете, зачем, вам не нужно как это делать. Обязательно это ежедневный созвон или переписка. Новичок, он... Вот вспомните себя. Когда вы пришли только в Арифлейн. Ваш спонсор, он вас почти во всем поддерживал. Он вам помогал, он вам давал рекомендации, он вам говорил, что надо делать. И так далее, и так далее. Люди привыкли, что у них есть, ну не начальники, да, но люди ходили в основном всю свою жизнь на работу. Они привыкли, что кто-то дает им рекомендации, инструкции, что необходимо делать. И вот вы тот человек, который это делает. Вы тот человек, который направляет. Потому что найти человека туда не составляет. Самое главное это удержать, это выявить в нем лидера, да, показать ему, что он сможет благодаря вашим возможностям стать в Арифлейн директором. Поэтому важно, вот хотя бы каталог 2, поработать ежедневно. Ежедневно, это имеется в виду, что каждый день. Это каждый день созвон, переписка, контакт с вашим потенциальным кандидатом. Конечно же, это информирование. Информирование разными способами. Рассылка на почту, рассылка смс с ключевыми партнерами с уровня 9%, там 12. Это обязательная координация, раз каталог, для того, чтобы ваш менеджер ответил себе на вопрос, что я делаю не так, что я делаю не так, да, почему я еще не директор. Ежедневно у нас проходят вебинары. Вебинары на различные темы, да, возможности компании, как приглашать, как сопровождать, как работать в различных социальных сетях, вебинары по личностному развитию, вебинары по продукции и так далее, и так далее. Еще, наверное, как одна из фишек нашей команды, мы умеем поднимать планку человеку, мы умеем давать ему видение. Так, почему-то слайд только, чтобы перевернутый, еще раз перезапущу. Мы умеем поднимать планку человеку, мы умеем давать человеку видение. Мы показываем ему, что он за каталог может не просто сделать 3-6%, он за каталог с нуля может открыть и 12, и 15, и сделается это очень просто. Главное, это понять зачем, понять зачем ему это надо. А как это сделать, можно научим. Конечно же, это планирование действий и анализ результатов. Если вы не планируете свой успех, у вас его просто не будет. Если вы не анализируете свои результаты, вы не будете знать свои ошибки, вы не будете знать, над чем вам стоит работать. Это, конечно же, поддержка всем новичкам. Потому что без поддержки спонсора, без поддержки команды очень сложно. Потому что людям нужна поддержка, им нужен такой бронежилет хотя бы в первое время, пока они не получат свою уверенность. Пока у них не будет уверенность в себе, в компании, в продукте, в людях. Есть чаты по команде. Чат продукции, чат по шаблонам, главные чаты, по wellness и так далее. И стараюсь еще проводить планерку с ключевыми раз в неделю по скайпу или в вебинарной комнатке. Напишите, пожалуйста, в чате. Только у меня показывается вот здесь, что слайды перевернуты. Или у вас так же самое. Было все в порядке. Я вроде бы ничего не нажимал. Ну, ничего. Я думаю, что главное, чтобы вы меня слышали, видели. И, в принципе, то, что на слайдах написано, я вам об этом обязательно расскажу. Вот. Почему-то все равно. Мне высвечивается, как будто слайд зеркальный какой-то. К теме сопровождения. Что еще важно? Важно это и искренне любить и ценить ваших людей. На первое место я всегда ставлю свой результат. Почему? Потому что, когда я захожу на свой номер консультанта, на свой номер в Арифлейм на сайте, я не смотрю свои баллы. Я захожу в раздел «Моя структура». Я смотрю, как работает моя команда. Я смотрю, кому нужна помощь. Я смотрю, кто работает, а кто просто делает вид. И очень важно – это искренне любить людей. Потому что есть законы природы, которые работают. Верите вы в них или не верите, знаете вы их или не знаете, они работают. И если вы хотите только себе, но не людям, не получится в таком случае, Арифлейм достигает высоких результатов. Второе – это ищите людей, которые хотят что-то изменить в своей жизни к лучшему. И самое главное – готовы действовать. Многие хотят, многие хотят, но не многие готовы действовать. Вот здесь важно эту параллель для себя понять. И вот к такому случаю недавно у меня была переписка, чтобы вам поднять немножко настроение. Обыкновенная переписка в ВКонтакте с моим знакомым. И он мне пишет, я работаю еще. Я ему пишу, окей, обучение – 2 недели, стажировка – 2 месяца. Дальше работа по 3-4 часа в день. Через полгода доход – 300-500 долларов. Через год – 1000 долларов. И далее по нарастающей. Подходят? На что человек мне отвечает, нет, ты не понял, я не хочу столько. Я хочу работу, чтобы работать 10 часов в сутки и получать зарплату 100 долларов в месяц. Без права на повышение и отпуск. Ребят, когда я увидел это сообщение, я просто хохотал и чуть ли не упал со стула. Потому что мне, опять же, казалось, что это всем надо. Но надо тем, кто ищет, надо тем, кто готов меняться, да, кто не готов меняться и живет до сих пор по шаблону, и находится в зоне комфорта, и его устраивает 100 долларов. Я так и написал, нет, это не ко мне. Это в институт, потому что для того, чтобы это получить, то, что ты хочешь, нужно еще 5 лет учиться. И для меня всегда важно что? Для меня всегда важно это личный пример. Я всегда стараюсь быть примером для своей команды, потому что на кого команда должна равняться? Команда должна равняться на своего спонсора, на своего наставника. И если я не работаю, да, не будет работать моя команда. Если я не рекрутирую, не будет рекрутировать моя команда. Если я не обучаюсь, не читаю книги, не захожу на вебинары, не провожу их, это не будет делать моя команда. И если вы летите, да, ваша команда бежит. Если вы бежите, ваша команда идет. Если вы идете, ваша команда стоит. Если уже вы стоите, ваша команда вообще лежит. Ну а если вы лежите, то ваша команда уже просто уснула. Поэтому будьте примером, будьте номер один в своей команде. И для меня очень важно это человеческие отношения. И плотная работа с командой и спонсором – это незаменимый элемент в моем бизнесе. Мы работаем очень плотно, да, с каждым новичком. Я ценю каждого человека в моей команде. Для меня важен абсолютно любой человек. Мне не важно, он сейчас умеет там что-то делать, не умеет делать. Если у него есть желание, если он готов обучаться и выполнять мои рекомендации, у него это получится. А те люди, которые в команде не хотят плотно работать со спонсором, то у таких людей результаты не получаются. Потому что только когда мы едины, когда мы непобедимы. И очень постарайтесь, если у вас сегодня какие-то непонятные взаимоотношения с вашим спонсором, наладьте их. Потому что только вот такое время сейчас, да, турбулентное. Работать можно только командной работой. Сегодня лидеры-одиночки, они не достигают высоких результатов. Мой результат, результаты в нашей команде – это общекомандные усилия. Это работа каждого человека как единого слаженного механизма. Когда каждый за что-то отвечает. Когда ты можешь положиться на человека. Когда кто-то тебя может выручить. Когда кто-то тебе может помочь, подсказать. И вот, наверное, в завершении своего выступления сегодня, самый главный секрет успеха, знаете, какой? Всегда на пути у вас, и у всех, и у меня всегда будет встречный ветер. Всегда будут неудачи. И я искренне желаю каждому из вас этих неудач. Потому что это самый главный секрет успеха – не терять настроение, не терять веру, не терять энтузиазма. Когда вокруг все не так, как ты хочешь. Я вот искренне верю, что вы настолько сильные. И мы с вами еще можем сделать огромнейшие результаты. Просто чуточку сил, чуточку веры, больше амбиции, самое главное – терпение. И что еще? Это не самый главный секрет. Есть еще самый-самый главный секрет. Их у меня два. Вот таких вот два секрета. Один вы услышали. Один из них – это был у нас трудности, причины, неудачи и встречный ветер. Потому что, когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями, ты меняешься, ты становишься другим, ты развиваешься. А второй, самый-самый главный секрет успеха такой – я знаю, о чем думает каждый сидящий сейчас вот в этой виртуальном зале. Я знаю, о чем вы будете думать завтра. О чем вы будете думать, когда закончится онлайн-форум, пройдут выступления всех спикеров, вы услышите множество для себя фишек, вы услышите для себя много нового полезного. Но кто-то будет думать и обсуждать, какие были классные выступления. Кто-то будет говорить, ну-ну, рассказывайте нам тут. Кто-то будет говорить, вот классно тем, кто пришел 3-5 лет назад. А кто-то уже сегодня для себя сделает очень важное решение. Он его примет. Примет для себя решение. Поймет, зачем ему это надо. Вот что самое главное. Самое главное – это определиться зачем. Определиться, зачем вам все это надо. Каждому из вас. У каждого из вас есть тысяча вопросов. Как пригласить, как сопроводить, как обучать, чему обучать и так далее. У каждого есть все эти вопросы. Но это не главное. Главное – ответьте себе на самый главный вопрос. На вопрос «Зачем?». Когда вы ответите себе на вопрос «Зачем?», зачем вам все это надо? Зачем вам надо получать тысячу отказов? Зачем вам надо проводить столько встреч? Зачем? Что вы получите в итоге? Иногда бывает такое, что мы навязываем себе, мы навязываем людям, навязываем свои мечты, навязываем свои идеи. Вот хочешь машину, ты хочешь квартиру, ты хочешь в Турцию, в Анталью. Давай работать. Но если у человека спросить, а хочет ли он эту машину, а хочет ли он эту квартиру, может быть и хочет, но он не готов ради именно этой мечты действовать настолько сильно. Поэтому, когда вы ответите себе на самый главный вопрос «Зачем вам это надо?», поверьте, вам не нужно будет уговаривать себя работать. Когда вы проговорите «Зачем нужно это вашим партнерам?», вам не нужно будет с ними каждый день созваниваться. Вам не нужно будет их постоянно мотивировать, вам не нужно будет им все объяснять. Вам будет, у вас получится, вот мотивированный человек на ближайшие, не знаю, там полгода-года, он будет вас сам доставать, он будет вам сам звонить, он будет узнавать и так далее, и так далее. У меня тоже были мотивации. У меня было много мотивации, да, о некоторых из них вы сегодня услышали. У меня была мотивация работать на себя, да, не работать на кого-то. У меня одна из таких вот ухтышек, да, одна из сильных мотиваций, это была не просыпаться в 7 утра. Я люблю поспать, я люблю спать хотя бы там часов до 9 утра. И я безумно рад, да, что директору «Арифлейм» не нужно просыпаться в 7 утра, бежать на работу. Ты сам решаешь, когда тебе просыпаться. Я мечтал отдыхать за границей. У меня была мечта помогать родным и близким. У меня была мечта дарить потрясающие подарки. У меня была мечта просто, в конце концов, иметь достойный образ жизни, иметь достойный образ мышления. И сегодня это на самом деле все есть. И вы услышите огромное количество людей, успешных людей. У каждого из них есть свои секреты. Но, поверьте, секретов их нет. Самое главное – это понять для себя, зачем вам это надо. И знаете, я твердо верю в удачу. Я желаю каждому из вас безграничной удачи. Но для себя я сделал такой вывод. Чем больше я работаю, чем больше я пашу, тем больше я удачливее. Я уверен, что у вас, возможно, есть ко мне какие-то вопросы. Я вот вижу, что со временем я разговаривал больше, чем 45 минут. Но я думаю, что я был для вас полезен. Если у вас есть какие-то вопросы, у меня вот здесь вот с рядышком открыт чат на соседнем ноутбуке. И буквально на такие вот самые 2-3-4 вопроса я могу ответить. На те вопросы, которые я не отвечу. Я сейчас покажу вам ссылочку на мою страницу в соцсетях. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотите получить ответы, самое проще это сделать, написать мне ВКонтакте. Меня найти очень просто. В поиске напишите Дмитрия Пешевчук. Не обещаю, что отвечу вам сразу, потому что и своя команда большая. Но в любом случае, если вы свой вопрос мне написали, ответ вы получите. Я ничего не скрываю, поэтому пишите свои вопросы ВКонтакте. Я вижу, что в чате пока вопросов нет. Если вопросов нет, это очень хорошо. Поэтому я с вами тогда прощаюсь. Вот здесь вот режим дня увидел. Хорошо, вижу, что некоторые вопросы пошли, но очень быстро. Мой режим дня. Режим дня у меня был до директора и есть уже с уровня директора. Режим дня до директора. Какой был? До директора я совмещал это с учебой. Учеба у меня была с 8 утра, грубо говоря, до часу дня. С часу дня и до 9, до 10, до 12 ночи я выделял время на Reflame. Хотя, в принципе, я старался свой график планировать как? В сутках 24 часа. 24 делим на 3. Получается 8 часов на сон, 8 часов на учебу и на домашние дела и 8 часов на работу в Reflame. Так, про скайп вопрос был. Не увидел вопрос по скайпу. Тут вопросы. Как слайды получить? Ну, я думаю, что слайды я отправлю Александру и слайды вы сможете, кому нужны, получить. Да, Омегу кушаю. Так, спасибо, спасибо. Не успеваю читать вопросы. Как организовал систему онлайн? Систему онлайн организовал очень просто. Так же самое, как организовал систему оффлайн и Reflame. Взял за основу систему Pro. Взял сопровождение, взял рекрутинг и просто все эти вещи перенес на систему онлайн. Сколько времени консультант ВАИ-команды уделяет работе в интернете? Все по-разному. Кто-то уделяет час, кто-то уделяет три, кто-то уделяет восемь-десять. Да, звание сейчас открыто старший золотой директор. Вот, кто-то уже, Надежда, мою ссылку на контакт отправила. Да, скайп у меня есть, но скайпе, честно, я там отвечу вам не так быстро. Потому что в скайпе у меня чаты команды, лучшие вопросы пишите ВКонтакте. Все, вижу, вопросов нет. Давайте с вами заканчивать, потому что, и так, наверное, у кого-то уже глубокая ночь. Я благодарю вас за внимание, я постарался быть для вас максимально полезным. У меня есть много полезных видеороликов со мной, с моей системой работы на YouTube-канале. Потому что, понятное дело, да, вот вебинар 45-минутный, это нельзя все вместить. В интернете пишите, это найти совсем несложно. Все, всем удачи, всем пока. Рад сегодня выступать для вас за такой потрясающей и интересной аудиторией на пятом онлайн-форуме. Продолжение следует...